Я вас приветствую, дорогие мои! С вами Тамара Кобибара и мы продолжаем приходить к GTA San Andreas. Ребята, как вы помните, в прошлой серии я прошла летную школу и, надеюсь, вы были приятно удивлены. Потому что, ребята, летать намного проще, чем ездить на машине. Ну, мне так, ребят. Мне даже мотоцикл больше нравится, чем машина. Ну, вот я не могу на машинах вот эти вот конусы, вот это вот не сбить, не врезаться. Вот у меня прям, меня прям, знаете, магнитом тянет вот куда-нибудь врезаться. А в воздухе, видимо... А в воздухе не тянет никуда врезаться. Вот как-то так. Ну что, парни, вы спросите меня, Тамара, а что ты тут вот делаешь у летной школы? Ты же это уже, ну, все тут отлетало. Ты же нам сказала, мы к ВУЗе поедем. А нет, ребят, смотрите, вот тут миссия есть. А где мотик? А мотика нет. А он тут не респаунится, походу, нет. Так, птицкот полетели. Так что, ребята, давайте тут пойдем еще на миссии. И, видимо, тут опять будут летные миссии, но я даже рада, потому что я не налеталась. Я хочу еще полетать. Так, за кадром, ребята, я себе восстановила броник. Так что у меня все хорошечно, хорошо. Ребят, объясните мне, откуда у меня 32 патрона на ракетницу? Когда я успела их добыть? Я не помню этого. Я помню, что это было не за кадром, значит, это было где-то на записи. Как это произошло? Сиджей, может быть, ты играешь без меня, пока меня нет, а? Сидуджи, ответь. Ну что, парни, пойдемте, узнаем, что тут... Блэк Проджект. Опа. Привет тебе, человек, рад встрече. Мир. А, мир, Карл. Брат. Я сначала не поняла, кто это говорит. Эй, праведник, ты где? Я просто удостоверился, что ты больше не работаешь на правительственного агента. Где он? Откуда я знаю? Он как дьявол. Эй, чувак, я с тобой-то все в порядке. Все скоротечно. Ох, парень, спина радикулит мой. Моя жизнь пролетела так же, как и у любого другого человека. Понятно. Ты хоть понимаешь, что ты делал для Торена? А? Нет, мне положено было знать только основную информацию. Ну нет же, чувак. Две лжи не взаимаются, включают другую. Ты же знаешь. Мы платим им за то, чтобы они нам лгали. Разве этого хотели наши отцы? Хватит, друг, хватит. Мы больше не одиноки. Останет меня, чувак. Что здесь происходит-то? Все здесь происходит. Неужели ты не понял? Есть место, которое даже нанесено не на одну карту. Поезд скоро отправляется. Он может объяснить все лучше, чем я. Парень, это просто переполнит и разорвет твой разум. У нас есть работа. Ты поведешь машину. А я все объясню. Уточню, здесь, короче... Здесь все мутно. Вот так вот. Так. Эй, праведник, у нас есть план действий? Давай, 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 давай. Эй, подожди, чувак. В смысле у нас есть план действий? Да меня просто все используют. Какая разница, правительственный агент или ты? Праведник хочет, чтобы ты пробрался в исследовательскую лабораторию зоны 69. Принес ему Black Project, который там разработали. Самый простой способ попасть в бункер 69 через пневматические ворота, чтобы открыть их, отправляясь в башню управления. Зону храняет прожектора. Проследи за ходом их лучей и проскользни мимо них. Если ты больше двух раз попадешь в свет прожектора или начнешь стрелять, поднимется тревога. Пневматические ворота будут заблокированы. Тебе придется искать другой способ попасть внутрь. Зону также охраняет вооруженный солдат. Используй прибор теплового видения, который тебе дал праведник. Можешь использовать тихое передвижение, чтобы избегать патрули. Или же заберись на башню и сними с постов всех солдат при помощи. Ты должен проникнуть... О, ни хрена себе, до 5.30. Открой пневматические ворота. Да вы что, вы издеваетесь надо мной? Как я это все сделаю? Вы что, тут какой-то должен быть мега-мега-стелс? Мега-стелс, мега-стелс, мега-стелс. Так они меня заметят, пацаны. Че я тут буду делать свои подкрадули? Меня заметят. Смотрите, тут прожектор просто носится как бешеный. Это мне даже тут секунду не проделать. Ну что я тут делать-то буду? Они меня заметят по-любому, ребят, запалят. Ну вот кто-нибудь из них точно... Тут не получится сделать подкрадули, понимаете? Их слишком много тут, чтобы подкрадули делать. Не получится, не получится. Не получится тут подкрадульки делать. Меня даже ножанят, чтобы подкрадульничать. Может было, конечно, по стелсу тут кого-нибудь завалить. По приколу. Ну тут слишком их много, вы че? О, ёптвою. Не-не-не-не, пацаны, это что-то не так. Давайте-ка вариант такой. Забираемся на башню и устреляем их с винтовки. Потому что ну нахрен мне эти подкрадули. Они меня все равно замочат. Их смотрите, сколько тут. Короче, поднимаем тревогу и делаем всякое. Так, ну-ка, давай-ка. У меня даже ракетится есть. Так. Нет, у меня нож есть, кстати. Да, срать! На, срать! На, срать! У них тут М-ки. Блин! Шо орешь-то, дурак? Так, все, короче, я забираюсь. Теперь вот начнется... Да, начнется игра. Давай. Никаких подкрадулей, пацаны. Все, мы просто, знаете... Ой! Да ты че, охренел что ли? Ты че, бронированный? Умри! Вы тоже, пожалуйста, умрите. Потому что, ну блин, стелс это не мое второе имя. Да что такое-то? Ну тебя тогда. Да что такое-то, ну! Тогда тебя. Да что такое-то? Я не попадаю что ли? Да попадаю. Ты что, дурак что ли? Я не понимаю. Или я дура? Не поняла. Наконец попала. Я ни хрена не поняла, почему не попадала. Вроде бы нормально все было. Ну ладно. Ну вот это попадаю легко. Может... Так, подождите. Кто-то там подо мной, наверное, думает, как меня снять. Но меня не снять. Так, вот. Хорошо. Все, я поняла принцип стреляния из винтовки. Так, до свидания. В смысле, до свидания сказала. Так, а вы там как-нибудь, молодой человек, уйдите, пожалуйста. Да? Ребят, просто зачищаем. Чтобы не было никого. Так, как там у тебя дела, чувак? Без головы остался. Что ты там орешь? Типа, о-о-о, кто-то здесь. Смотри, сколько у него бабок было. Ни хрена себе, ни хрена себе. Так, а ты-то что стоишь? Кого ждешь? Особое приглашение? Я тебе могу дать особое приглашение. Так, пацан, ты тоже что-то завис. Они как-то глупо стоят, согласитесь, ребят? Они должны вверху стоять. Че они там стоят? Так, ну-ка, я тебя сниму так. Сняла. Ну-ка, подожди-ка. Вот, хватит светить. Вот, я еще прожектора вырублю. И мало ли че, пацаны. Да ёптвою. Э-э-э! А че, прожектора нельзя было стрелять, что ли? Э-э! Бластеры какие-то, ни хрена себе. Так не честно, подождите. Я же специально вырубила все... Весь свет, чтобы меня вот не это... Вы че? Подождите, а вы же сказали, у вас тревога. Пацаны. У вас же тревога, почему? Внизу стоит дурак, орет. Move up, move up. Так, короче, там два рота, видимо, закрылись. Нам надо будет искать другой путь. Ну ладно, пацаны. В принципе, пофигу. В принципе, найдем. Nothing. Так, все. Денюшки свои тоже отдай. Так, ну че, пацаны? Ни хрена себе, смотрите, тут денег валяется. Ну-ка, дайте. Хорошо. Так, ребят, красные точки где-то впереди, ну и пофигу. Сейчас мы че-нибудь разберемся, сейчас мы че-нибудь найдем. Так, давай калаш возьмем в руки. Так. В принципе, тут можно было достелсить, даже близко было бы, но тут уже все. Тут ворота закрыли, смотрите, ребят. Я слишком побоялась. Мне кажется, можно было легко это все сделать. Но уже че, уже сейчас переживать, ребята. Как получилось, так получилось. Все. Ладно, ребят, из нас где-нибудь сейчас гробнут, тогда пойдем по стелсу. Я что-то думала, они как-то дальше находятся, не поняла даже. Так, ладно, ребят. Нет, так нет, пойдем другим путем. Че? Грубой силой, понимаете, ребят? Просто, просто на таран пошли. Наглость просто. Наглость второе счастье. Так, ну-ка. Пацан, здорова. Так, все. Кто-то там еще идет, смотрите-ка. Бежит даже с камней. Опа, роняет тапки. Так, тут тоже что-то закрыто все. И там еще один остался где-то тут. Может быть, его крапива отхлестать? О, как. Мне не надо, спасибо. Ну, прикольно прибор работает, ничего не скажу. Так, и все, там один какой-то стоит и бдит. Так, ну ты где? Ну ты где, мой красавчик? А где красавчик? Эй, красавчик, ты где? А, он, наверное, в башне стоит, бдит. Смотрите, там еще один броник. В принципе, тут все рассчитали разработчики, что можно и так, и этак. А где? А тут ничего нажать не надо. Так, я броник пока брать не буду. Вот он, мой красавчик, вот он. Бдит стоит, смотрите-ка. Так, ну-ка, сракетится, конечно. Угу. До свидания. Так, мы все зачистили, ребят. Так, с нашим-то опытом можно было и по стелсу. Так, это что, это можно пройти сюда? Нет, нельзя. Подожди, а как мне тогда добраться? Эм. Вентиляционную решетку можно открыть, ударив по ней. А-а-а-а! А-а-а! Ну бей, СиДжей! А что ты не бьешь-то? Что-то я не поняла, почему? Пацаны. Вот и все. Давай, вот все. Что? Он меня не хотел ножом ударять. Так, СиДжей, что ты прыгаешь-то как? Мое сравнение не понравится тебе, если я скажу, с чем я тебя сравнила. Поэтому все, иди нормально. Так, даже сердечко мне оставили. Ой, как приятно, ребят. Ой, как неожиданно, сердечко. Так. А-а-а, можно мне что-нибудь... Да, вот так хорошо. Доберись до исследовательской лаборатории комплекта... Комплекса зоны 69, чтобы достать. По пути тебе встретятся вооруженные солдаты и патрулирующие бункер. Угу, понятно. Можешь замочить их по стелсу ножом, либо крапивой отхлестать. В комнате управления ты можешь отключить некоторые средства защиты зоны 69 от внешнего нападения. Разрешить... Black Project. У-у-у-у. Внимание, внутренний персонал, у нас красная тревога. Это не учение. В будке находится вооруженный нарушитель. Персонал, короче, немедленно его остановить и настрелять ему в жопу свинца. Э-э, этому наглецу настрелять. Опа. Подождите, а что там такое? Тихо-тихо-тихо. О, миниган! А вместо чего он ее... Давайте. Все, да начнется веселуха. Тихо. Классно тут миниган вообще стреляет, ребята. Вообще классно. Офигеть, как он тут стреляет. Мне броник почему-то снесли. Почему? Мне реально броник сильно снесли. Остановите этого нарушителя срочно. А то тут все у нас понарушал. А, у них эмки, поэтому они меня так сносят. Они меня могут сносить. Нихрена себе у монетных зарплат. Смотрите, ребята, сколько тут. Офигеть. Мне нравится. 66 патронов только осталось в нем. Ну, ребята, хорошего помаленьку. Так, куда нам идти? Там какой-то ученый. Так. Ученый побежал. Ну, ученого-то убивать не буду. Он же не виноват. Он просто разрабатывает всякое. Так, я на готове держу. Так, СиДжей. У нас 5 патронов. Нахер. Давай-ка возьмем калаш. Понадежней будет. Так, наверное, пойдем. Вот они не ожидают. Вот он как раз патрулировать сейчас пойдет. Или... Персонал, пожалуйста, выгоните этого. Выгоните этого отсюда. А то он тут все нам разрушит. Зарплату не получите. Тут какая-то решетка, смотрите. А, может куда-то вниз? А зачем? Персонал, помните, если вы его не остановите, вы нихрена не получите свою зарплату. Понятно вам, козлы? За что вам мы платим? Поэтому лучше вы это имейте в виду. Чтобы это все восстановили. Так, можно вниз куда-то слазить. Давайте сначала по верху пройдемся. В принципе, мы никуда с вами не торопимся. Персонал, пожалуйста, пристрелите его. Так, это ученый орет. Так, тут броник, если что, есть ученые. Здорово. Поговорим. Нахрена ты броник-то взял? Я же хотела просто поговорить с ученым. Верченым. Кто-нибудь слышит меня или нет? Будет его останавливать или что? Вы мужчина или кто? О, куда я-то зашла? Здравствуйте, а мне вроде бы... Мне не к вам. Система ПВО отключена. Эм, а у меня же нет задания. Эм, ну ладно, короче, отключили, отключили. Тут, кстати, сердечко есть. Баба, короче, уже негодует. Да вы будете что-то делать, персонал или нет? Я-то не понимаю. Вы что хотите в увольнение не уйти потом, а? Ваши миллиончики будут оставлены в комплексе, чтобы вы это... Так, подождите-ка. Может быть, внизу надо как раз-таки лазить? А я тут что-то вверх пошла. Это какой-то нижний ход? Тихо, давайте сейчас все тут рассмотрим. Опа-на! Теплые приемчики, смотрите-ка! Опа! Здравствуйте! Ни хрена себе! Еще один где-то. Можно было, наверное, по низу пройти, а я просто по вверху побежала. Хотя какая разница уже? Так, кто-нибудь тут есть? Нет, никто. Никто? Никого нет? Представляете, ребята, все-таки по низу надо было идти, чтобы дверь закрыть. Найди другой способ. А-а-а! Вот как раз-таки по низу там надо идти. Поэтому там вентиляция-то есть. Плизни! А-а-а! Чего, блин? Какой плиз? Какая миссия провалена? Чего? Я же взяла просто... Да вы чё? Да нет! Да вы чего, блин? Сука, я поняла, что это. Ребята, это просто кошмар. Это опять ограничитель кадров. И чтобы взять бронежилет, я как бы полезла за ним и... Меня убило. Сука, так все хорошо шло. Так все классно было. И так обосраться. Ну что, парни, я уже навела тут кипиш. И поэтому давайте-ка сейчас быстренько-быстренько вернемся туда, откуда мы начали. Нам же сказали, что типа найди другой путь. А другой путь мы сами видели, что тут внизу решетка. Где-то тут была, вот здесь вот. И видимо нам надо туда. Ох уж, ребята, этот ограничитель кадров. Но я его все равно не включила. Я надеюсь на хороший результат. Итак. Так, хорошо, нормально вроде все. Так, тут броник мне дали и сердечко даже. Спасибо большое. Но это, наверное, и есть другой путь, ребят. Так, нет, походу. Я ограничитель кадров включу, ребят, с вашего позволения. Потому что, ну блин. Тут что-то эти выли... Надо туда-сюда вылезать, слезать, видимо. Давай-ка включим все-таки. Все. Ну-ка. Давай-ка. Давай-давай-давай. Так, а тут получается... Подождите. А как, в смысле другой путь? Получается тут все то же самое, что ли? Да, это... Мы просто пробежали и все. А что толку-то, блин? А что толку-то? А толку-то какой? Так, мне надо броник забрать. Где он тут был-то? Подождите, броник-то. Который этот... Троянский броник, который меня убил-то. Где броник-то был? Халявный этот. Так, здесь не было. Ну где-то он тут на столе должен быть. Так, пацаны, я что-то не поняла. Я думала, я через решетку пройду и все будет офигенно у меня. Нифига. Так, пацаны. Так. Что-то я не понимаю сейчас тогда. А какой другой путь-то? Дверь. Ага. А-а-а! Возьми карточку! Все понятно! Все! Короче, возьми карточку и делай с ней, что хочешь. Подожди-ка, давай-ка я включу обратно. Потому что, мне кажется, мы уже лазить в никуда не будем. Короче, ребят, как мы куда-то захотим залезть, мы с вами включаем ограничитель кадров. Как не хотим никуда лезть, мы его выключаем. Так, ну все. Что такое-то? Да не тиши у меня тут перед лицом. Ученый, нахрен уверченый? Хорошо, вот молодец сразу карточку отдал, а то бы... Стал бы тут сиськи мять. Говорит, я не знаю! А-а-а! Слышь! На тебе, блин! Пострелять он решил, ишь ты, блин! Сейчас будет у солдата выходной, понятно? Все! Отдыхать, пацаны! Да что ты тут орешь-то, блин, ученый? Ты мне мешаешь! Да... Ты куда побежал-то? Ты что хочешь, чтобы я тебя убил? Были бы у меня гранаты. Были бы гранаты. Так, одного сняла. Но я в него не попадаю, да, ребят? Потому что камера у меня так... Не вертится, как должна. Они мне вполне себе попадут, потому что они вот на уровнях стоят. Я попадаю, нет? Я вслепую стреляю, пацаны. Вообще, гольная слепота у меня. Я почти как крот. Тихо! Так, там еще на уровнях они остались. Может было... Так, а что там такое болтается? Фиг его знает. Что-то я слишком лихачу, ребят, вам не кажется? Слишком не это. Не опасливо иду. Слишком самоуверенно, ребят. Самоуверенность, это может сыграть со мной злую шутку. Так, все хорошо, ребята, все. Пока вроде бы мы ни на что не напоролись. Так. А! Ам. Ты нашел то, что хотел праведник. Ты должен покинуть пусковой отсек через шлюз. В потолке использовать джетпэк. А. Что подняться вверх. Ну, это все понятно. В смысле сбить его? Ни хрена себе! Ни хрена себе сбить его! Вы че? Лететь вправо, лететь влево. Вы че сбить-то? Вы че? Так, пацаны. При полете на джетпэке у тебя есть возможность стрелять из оружия. А-а-а! У меня есть возможность. Хорошо. Так, взлети, пожалуйста. А хотя не надо. Лети вперед, короче. Ребята! Они сказали сбить. А, почему не сбивают? А, я же им ПВО отключила. Они же мне нифига не могут сделать. Классно, здорово, восхитительно. Пацаны, ну че, летим? Просто смотрите, СиДжей на разлабоне летает. Ой, не надо так вертеть. СиДжей просто на разлабоне, типа. Ну, наконец-то я просто лечу. Ребят, ну эта миссия несложная была. Сложнее всего было в этот стол врезаться. Блин, ну почему с этим ограничителем кадров такие проблемы? Почему я врезаюсь во всякие объекты, ребят? Это же, ну, ненормально. Кстати, ребят, пока я лечу на этом... Ах, реактивном ранце, скажем так. Дело в том, что я вообще там, знаете, схалявила. Я там никого не убивала, просто пробежала мимо, понимаете? Просто пробежала мимо. И все, ребята, понимаете? Просто мимо военных. Они там, тревога, тревога. Я быстро к этой решетке и все. Карл, чувак. Эй, уезжай отсюда. Ты должен спрятать это в надежном месте. Я поехал. Желаю тебе удачи. Эй, подожди. А, блин, меня подбросить, а? До города. А где деньги за эту миссию? Где они? Так, ребят. Халявный парашют в поле не валяется, поэтому почему нет? Так, возьми его. А что ты заменишь, кстати? Кто названивает? Да, Карл. Это я, праведник. Мы должны встретиться с судьбой, чувак. Буквально через пять минут. Где ты сейчас? На старом заброшенном аэродроме, где мы встречались. Встретиться с судьбой. Ты бы мне лучше бы броню какую-нибудь подогнал, блин. Встретиться с судьбой. И мог бы, кстати, меня подбросить, если бы ты знал, что через пять минут мы встретимся с судьбой. И он такой, а я не знал. Это просто связь с космосом. Мне сказало, что вот сейчас вот мы должны встретиться с тобой, Карл. Если бы я знал, я бы подбросил тебя. Пацаны, где тут, кстати, броник находится в этой местности, чтобы я его не покупала. Потому что я не знаю, я не в курсах. Я не в курсах, я не понимаю, где тут что. Поэтому, ребята, надеюсь на вас. Может быть, вы подскажете. Потому что как бы ехать здесь покупать в амунацию, броник, это как бы, ну, не очень. Хотя у меня денег до хрена. Кстати, ребят, мне больше не надо же их зарабатывать. Все, потому что за кадром я сейчас ничего не делаю, потому что у меня сейчас времени вообще в обрез. Ну, хоть и я успела денег подокопить. Поэтому, ребята, жду ваших комментариев. Нужны ли мне будут еще денюжки или все. Или нет. Так, ребят, я, пожалуй, сохранюсь. И узнаем, что еще нужно праведнику. Чтобы он там... Что он там еще натворит, наделает. Ну что, парни, я сохранилась. У меня полное здоровье, но мало броника. Но я надеюсь, он там и не будет нужен на этой миссии. Все-таки не все миссии должны быть жопорвущие. Так, давай. Что там у тебя? Зеленая вязкость. Черт, где этот придурок-то? Черт! Эй, смотри, куда летишь! Ха! Новая эпоха началась! Че ты несешь? Нет, все фантастические вещи являются ложью, Харл. Сегодня мы узнаем все. Я могу и подождать. Я слышу, что в этой части света, занимая знания, по-настоящему ценятся. Чувак, я пробовал, но у меня не получается нормально управлять. Короче, приземлись на поезд, убей охранников, вскрой ящики и кое-что укради. Да? А что именно-то? Я не знаю. Ооо, ты не знаешь! Да? Я уже начал думать, что ты безумец. Че значит, ты не знаешь, а? Ты украдешь ответ на этот вопрос. Слушай, бери джетпэк, приземляйся на поезд и забери то, что они меньше всего хотели бы тебе отдать. Послушай, они уже близко. Нам лучше разойтись. Мир на земле! Чувак! Отправляйся на джетпэк к поезду и забери то, что они меньше всего хотели бы тебе отдать. Лети туда, не знаю куда. Забери то, не знаю что. Классно, ребята. Просто замечательно. Просто восхитительно. Это вот... И главное, Карл на это соглашается. Все просто его реально используют. Ну ладно, это правительственный агент. Он знает там, где Свит сидит, что со Свитом будет и всякое такое. Но праведник-то, что он его задание выполняет-то? Послал бы он нахрен, сказал, иди ты нахрен, блин. Укради то, не знаю что. Ну что там, блин, за бред-то? Что это такое-то? Карл Джонсон? Блин, я не могу посмотреть ему в глаза, потому что, ну сами понимаете, я тогда расфигачусь. Ой. Укради то, не знаю что. Ну ладно, так, может быть чуть-чуть снизимся. Вот так вот, наверное, да? А нас так поезд, наши ножки не собьет? Так давай чуть-чуть по... Я не знаю, я не могу понять, как я хочу... Как я хочу... Разбей... Тихо, подожди, подожди. Я не попадаю? Не попадаю. Ладно. Подожди-ка. Я могу вообще на поезд сесть? Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Я могу сесть? Подожди, стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Хорошо. А, не могу, смотрите-ка. Так, тихо, тихо, высоко, высоко, высоко. Высоко, высоко, подожди. Аккуратно, давай-ка. что ты блин карл блин взлетай давай взлетай аккуратно я думал там никого нет я ошиблась тактика приземляйся этот ящик пуст попробуй другой охрененно так пацаны их так вроде бы немного но так что ты тут тупишь то карл разброс мне слишком большой блин специально наставили этих танков чтобы я блин не убралась никуда ну давай карл взлетай чуть-чуть получше то ну в туннеле конечно ну такой себе прям неудобие блин из туннеля надо выбежать блин а то и башкой буду стучаться в этот туннель вот так нормально на уровне чуть-чуть газку подаем все нормально все нормально вот так вот хорошо все 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 поняла нет нет снижаемся так все 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 нормально как бы еще меня не попадали вот чтобы хорошо было смотрите меня пол жизни отстрелили уже ни хрена себе военный красивый здоровенный ну-ка подожди к да блин да почему я опять скорость потеряла на шифт не нажимаю пацаны я на тебе перестрелюсь ты убьешь его нет ящик пуст а если бы я знала какой из них ящиков ну который мне нужен так ты высоко слишком взлетел си джей ну-ка аккуратно 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 перезаряди вот так я уже добегу смотрите-ка что все что ли что-то нашла смотрите да а здесь за суд праведнику хорошо хорошо хорошечно ой так смотрите у меня даже по не по меня еще чуть-чуть и прибили бы а вот и нет ребят ну это тоже какая-то легкая миссия получилась а кстати звезда подождите ну-ка я дайте опущусь я дайте опущусь опустись и джей зачем нам лишний с тобой звезды мы с тобой до капитана не хотим дослушаться до си джей взлетай так ну что парни эта миссия была очень даже легкая думала она будет сложнее и кстати смотрите как забавно все разработчики сделали что нельзя было просто сесть на этом реактивном ранце спокойно и пробежаться по поезду не там и специально всяких штук доделали так давай-ка снижайся а давайте я хочу попасть прям в эту точку смотрите-ка опа оп да ёптвы блин ну ладно какая ранец и так сойдет и чё ему сложно управлять праведник ты просто не хотел ты достал это достал что дай посмотреть о теперь все будет по-другому чё это такое то это все они называют это готовой отчет что вам я тебе позвоню эй постой до увидимся чего это было у него что это такое ребята что это блин такое было годовой отчет имущество стало приносить прибыль а так это миссии праведника как раз таки доделали чтобы мы а ухты классно то как ребят я еще хочу на этом джетпэке полетать это намного интересно сне 20 тысяч ребята ну это почти окупила себя летная школа это прям вообще классно это мне прям нравится так а он как раз таки и может быть со мной классно так подождите ка как не а как мне так ну-ка а нет вот это сейчас было просто на удачу было вот это просто было сейчас просто на такую огромную удачу что он так залез и не умер он бы мог умереть фу ребят я сохраняюсь от карла я уже офигевая ребята я уже хотела заканчивать серию а потом посмотрела дуну не так уж много времени прошло и всего лишь две миссии думаю не так не пойдет поэтому ребята смотрите что я сделала я приехала уже сюда вот купила себе дом потому что потому что могу у меня столько теперь бабосиков мне несколько уже зданий приносят денежки я думаю почему бы их не тратить так что вот ребят смотрите моя новая квартирка тут опять-таки candy сакс тут еще какой-то непонятный плакат в общем она похожа на ту которую мы уже приобретали но все таки же есть какие-то различия смотрите как прикольно кухонька гардероб там ну и в принципе все это видели и пол кстати такой же как и в том городе помните так вот ребята что меня расстроило посмотрите в гараж видите что там ничего нету а правильно ребята я училась летать на этом реактивном ранце я так летала за кадром ребят мне так нравилось и в амуницию слетала и сюда быстро долетела и я думала я его в гараже сохраню понимаете ребята а нет он не сохранился вы сами сейчас видели что его тут нет он не сохранился и поэтому мне очень грустно ребят потому что я думала я буду на нем миссии проходить понимаете ребят я хотелось 4 так и миссии которые нам будут даваться думала на этом ранце буду проходить и будет так прикольно а нет нельзя видимо он только там и будет налетном поле ну как-то грустноватенько ребят я хотела чтобы он был у меня в гараже видимо нет никаких способов его там оставить да ребята скорее всего нет но если есть какой-то способ этот ранец забрать я бы очень бы хотела бы его чтобы он был всегда у меня под рукой потому что мне он очень понравился ребята я сначала им не особо прониклась думаю ну ранец и ранец чего такого не особо то интересно не особо то прикольно а сейчас поняла что я хочу на нем летать и если я не буду так с узихи стрелять по-дурацки то все получится понимаете ребят так подождите я как-то по-дурацки поехала опять да я просто думала что я тут я тут смогу или не смогу выехать а ну смогу смогу смотрите-ка тут же дороги как бы сходятся туда-сюда обратно смотрите кто-то навернулся и кто-то это не я я же вам говорила что я на мотоцикле умею кататься д коп давай на перегонки так вот ребята хотела я на реактивном ранце прилететь к вузе вот бы он удивился ни хрена себе подрезала машина так вот ни хрена себе хотя как бы вузе удивился он же слепой он же бы не увидел но услышал тогда сказал бы карл чё это за шум такой я такая вузич будет это реактивный ранец который я украл военных потому что мне сказал праведник и он накурился вузе понятно понятно заходи в здание казино 4 дракона чтобы встретиться с вузе заходи и заходи и заходи извините пацаны подождите а где а во все приехали ребят так я предлагаю сохраниться мало ли чего ну что парни я сохранилась теперь давайте встретимся с вузе давно не виделись спросим у него как дела поиск автотюинга идиот ты представляешь сколько стоили эти автоматы мы открываемся уже через чё это было то алло алло да что с вами происходит люди босс к вам си джей карл я рад что ты смог приехать так вот значит чем ты занимаешься да это просто какой-то кошмар если хочешь заработать язву желудка просто открой казино триад в городе где всем рулит мафия эти мафиози до корпорации объединились их давление начинает ощущать все сильнее мои игры автоматы сломаны работники запуганы ну кто за этим всем стоит ну в городе три мафиозной семьи которые занимаются и каждая из них имеет интересы в голове которого они поставили какого-то сумасшедшего его утвердила либо только одна семья либо еще кто-то а ты чё а ты чё нет по дополнение к местным властям которые необходимо давать взятки каждый еще хочет урвать себе они собираются давать всю нашу прибыль еще каким-то придуркам нашу прибыль да тебя не послышал я хочу чтобы ты стал владельцем нашего казино в обмен на помощь на благо бизнеса что скажешь парнир скажу что мы договорились этот глаза закрыты держит босс парни нашли тех уродов которые пытались сорвать нашу доставку мы поймали одного избавьтесь эй подожди подожди не спеши кто бы за этим не стоял мы должны показать им что они связались с настоящими психами прижим его к капоту пусть немного пропотеет я скоро подойду а сиджей блин сиджей жестко начал уже вести дела вузи офигел да посмотрим сможем ли мы разговорить его хорошо карл хорошо карл хорошо вузи реально офигел такой стыд не знаю эй эй какого хрена ты кто такой развяжи меня знаешь что мы с тобой немного прокатимся что ты задумал придурок я не шучу развяжи меня придурок а не думаешь что оставлю тебя там где ты короче это эх эх это нормально сидоджи выход из гаража там я конечно знаю что он с тобой были проблемы в школе вождения но все-таки сиджей сиджей сидоджи ребят что он делает он каждую стеночку что ли прощупывает вроде бы не вузи ведет машину что ему просительно провокнуться мимо дырки а это то чё сидоджи что с тобой сидоджи пацаны я не знаю что с ним делать парни у меня появилась идея может быть это все-таки ограничитель кадров мешает сиджею выехать из такого громадного помещения из такого гаража я не понимаю я включил сейчас ограничитель кадров как вы можете наблюдать посмотрим если не в этом дело я буду ждать ваших советов но обычно на ограничитель кадров нас выручал у тебя мозг размером с горошину ты представляешь что я такой это а что я такой нет я как раз собирался это разузнать напугай его но при этом помни что любые столкновения могут убить его страхометр и держись подальше от шоссе лишнее внимания кофте не нужно ты взялся с теми людьми понятно ребята все короче понятно опять ограничитель кадров хорошо что тут все решается им и не надо искать никакого решения на старых форумах хорошо ребят страхометр сейчас ты обозрешь свои штаны так быстро и так быстро ты же сказал тебя не напугать давай 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 помедленье ради бога я не могу я построю сейчас помедленье я еще не умею водить не так быстро не так быстро ауээауэ мамочка с ними меня с капота ты убьешь меня аааа я не могу это больше Это всё, что я хотела от тебя услышать? Что? Отвези его назад в казино. Разговорился, как ты запел, как птичка просто запел. Как птенец. Так, это коп что ли там был? Так, коп, это у нас просто, мы понимаешь, мы с другом развлекаемся. Друг мой любит экстрим. Он, короче, каскадёр на пенсии, и он иногда хочет вспомнить былые времена и говорит, Карл, привяжи меня к капоту, пожалуйста, потому что, ну блин, я уже не снимаюсь в кино, и мне надо вспомнить былое. И я такая, конечно, привяжу тебя к капоту и катай его, поэтому, копы, тут всё нормально. Это просто мы с другом развлекаемся. У нас свободная страна, мы можем делать, что хотим, в мерах, в рамках разумного. Поэтому всё, коп, мы ничего не нарушаем, мы просто катаем моего друга на капоте моей машины. Поэтому всё, у нас всё нормально, коп, помощь нам не нужна. Всё, ребят, мы выкрутились, видите, копы меня поняли, услышали и не стали меня это арестовывать. Всё? Вот всё, это было очень легко. Пока, чувак. Мужик, ограничителька включи, а то не въедешь в гараж. Пять тысяч плюс уважение. Ну что, парни, теперь мы спокойно можем заканчивать серию, потому что я же говорила вам по три миссии... О, стопэ! Ребята, Элвисы, смотрите, Элвис 1, Элвис 2. Нихрена себе, Элвис 3. Нихрена себе, ребята. Помните, эти были газетки Элвис зомби, а тут Элвисы все расходились. Это нашествие Элвисов. Ну что, парни, три миссии готовы. А это значит, мы со спокойной душой и совестью можем... Да ещё один Элвис. Заканчивать серию. Ещё один Элвис! Офигеть, это что, конкурс двойников Элвиса? Так, я ещё не знаю, ребят, палевная ли музыка в казино в УЗИ. Мы обязательно потом погуляем по казину и всё там рассмотрим. Если вдруг она палевная, я, как обычно, подберу свою музыку, когда буду там ходить, рассматривать. Я думаю, там найдётся что интересное, что нам посмотреть. Ну что, парни, следим за следующей серией. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Всем пока, ребят.